Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о планировании и о значимости планирования рекламной кампании. И сразу я говорю, что под медиа мы понимаем широко. Напомню, что под медиа мы понимаем средства распространения информации, средства распространения рекламы и средства массовой информации. Планирование. Управленческий процесс, определение целей и путей их достижения. Что касается формирования системы планирования, то она дает возможность наиболее эффективно существовать в ферме в среде. И планирование позволяет ферме продемонстрировать свою индивидуальность, свою уникальность, уникальность производимого ею продукта и предлагаемых услуг. Постановка цели определяет перспективы развития фермы в среде, определяет ее место в плоскости рынка, определяет ее место среди конкурентов. Достижение поставленных целей объединяет всех сотрудников и подразделения фермы, которые заинтересованы в том, чтобы продукция компании была раскуплена, услуга была востребована, репутация, профессиональная компетенция сотрудников была достаточно высокая. И планы делают ферму более подготовленной к внезапным переменам. Планы позволяют компании удерживаться в ситуации рынка и сохранять вот эту ситуацию относительной стабильности своей деятельности. Так как понятно, что в рамках планирования еще предусмотрен мариноторинг и предсказание, прогнозирование ситуации. Отсюда уже простраиваются дальнейшие шаги. Преимущества при наличии маркетингового плана. Это анализ и оценка и контроль всей работы организации, в том числе ее рекламной деятельности, осуществляются системно. Четко определяется место рекламы в комплексе маркетинга в тесной увязке с товарной, с бытовой и ценовой стратегией. Ресурсы рекламы контролируются на важнейших направлениях их использования. Определяются перспективы рекламы на долгословочном уровне. Создаются предпосылки более четкого и разностороннего контроля рекламной деятельности и более эффективного расходования рекламного бюджета. То есть процесс планирования подчинен логике и иерархии целей фирмы. Таким образом, несколько такое ботаническое определение. Простраивается дерево целей фирмы, которое и в принципе иллюстрирует пути развития фирмы. И целевые аудитории, на которые направлено рекламное сообщение о производимой фирмы продукции, о товарах, о услугах. И процесс планирования начинается с определения главной цели, еще как бы говорят суперцели, которая воплощена в миссии. Миссии дается квинтенсенция, направление деятельности фирмы и перспектив развития компании. То есть то, как видит компания себя в ходе истории, в ситуации, которая была и которая будет. И все это воплощено в миссии. И поэтому миссия должна вдохновлять. И миссия, помимо того, что является медиаресурсом, который предлагается для внешнего пользования, это еще и объединяющее начало, которое позволяет гармонизировать отношения, как бы личные мотивы и мотивы деятельности компании. После этого управляющие должны наметить на основные пути достижения вот тех направлений, которые отражены в миссии и закреплены в целях. Выбор путей зависит от многих факторов, которые действительно обуславливают деятельность конкретной фирмы. И, как правило, для того, чтобы достижение целей было максимально эффективно, делается ситуационный анализ. Анализ внутренней ситуации организации, анализ внешней среды. Рассматриваются перспективы взаимодействия с партнерами, рассматриваются потенциальные партнеры, рассматриваются перспективы развития и ресурсообразующие какие-то элементы. Это развитие компании, внедрение новых производств, сформулирование новых услуг и так далее. И по завершению вот этого ситуационного анализа определяются какие-то стратегии, которые являются своеобразными альтернативами развития компании. И при этом ее руководство, высшее руководство решает, какую стратегию избрать. И дальше это уже определение маркетинговых целей фирмы, которое является логическим продолжением ситуационного анализа. Маркетинговые цели. Темпы роста объема сбыта в целом и по отдельным товарам, рынкам и так далее. И вот когда цели определены, маркетинговые цели определены и зафиксированы, вот это еще важный момент, что маркетинговые цели в обществе рынка обуславливают деятельность любого уровня. Государственного, негосударственного, коммерческого, некоммерческого, общественного движения. Так как маркетинговые цели, они фиксируют общественный запрос, то есть запрос рынков. И дальше уже с четкой фиксацией маркетинговых целей планируются какие-то управленческие технологии и способы достижения этих маркетинговых целей. И что касается средств достижения поставленных целей, то воплощаются они в стратегиях, тоже маркетинговых. И маркетинговая стратегия, по сути дела, представляет собой достаточно широкомасштабную программу действий компании, которая включает в себя определение целевых рынков, то есть сегментацию, комплекс маркетинга, полноценной деятельности в различных направлениях. Это бюджет, и это время реализации. И еще, что касается маркетинговой стратегии, это единая стратегия, которая обуславливает деятельность компании на долгосрочную перспективу. И еще общие цели стратегий, в свою очередь, они трансформируются в самостоятельную программу по их реализации. Что же это значит? Маркетинговая цель определяет желаемые показатели рыночной деятельности, объем продаж, долю рынка, темпы роста, сбыта и т.д. В числе промежуточных подчиненных целей находятся коммуникационные, в том числе и рекламные цели. То есть мы видим из определения маркетинговой цели, что реклама – это только часть маркетинговой стратегии, значимая, важная, но как бы составляющая маркетинговой стратегии и встроенная в рамки деятельности компании. Еще важный момент. Дело-то все в том, что для того, чтобы продукт, услуга, предлагаемая фирмой, или репутация организации, или конкретные личности была социально значима и востребована, реципиент или целевые аудитории, целевые потребители, они заинтересованы в первичной информации. В ситуации российского рынка эта позиция часто выходит из поля зрения рекламодателя. Что предварительная информация, она важна и суть необходимость для рецепиента. И одна из главных причин значимости этой первичной информации в том, что целевые аудитории, потенциальные потребители, не имея вот эту первичную информацию, сталкиваясь с продуктом, услугой, организацией, ее деятельностью, ее направлением, чувствует себя некомпетентным, незнаком с этой компанией, с этим направлением и уходит к компании-конкуренту. И причем вот еще, допустим, вот эта первичная информация, она может быть, допустим, выстроена, исходя из стратегии домассивального охвата аудитории без четкого фиксирования целевых аудиторий. Там так вот называемые обобщенные позиции. И если говорить о рекламной деятельности, то все-таки, когда мы уже выходим на конкретное продвижение товара и услуги, то тут уже надо конкретизировать сообщение и четко просчитывать эффективность сообщения. Но, допустим, если мы запустим сообщение о каком-то новом машинном масле, которое позволит легковому продлить срок службы легкового автомобиля, то бюджет, который мы вкладываем в эту рекламную кампанию, должен составлять 7-10% от общего бюджета производства данного конкретного масла. И ориентированно, допустим, увеличит количество продаж на 14-20%. Это такой оптимистический прогноз. И рекламная деятельность организации должна не только соответствовать маркетинговым целям и стратегиям разработанным, но и еще рекламная деятельность осуществляется в рамках той политики, которая сформулирована была данной организации. Стратегии мы уже оговаривали, да, 5 эталонных стратегий коммуникационной политики. Формы реализации информационных потребностей в информационном менеджменте. Деятельность пресс-секретаря, деятельность пресс-службы. Хотелось бы обратить внимание на вот эти позиции, 5 позиций. Первая – это деятельность пресс-секретаря, вторая – деятельность пресс-службы. Насколько разводят, обратите внимание, насколько разводят информационно-коммуникационное взаимодействие в рамках рекламного менеджмента. Вот пресс-секретарь и деятельность пресс-службы разведены осознанно, так как в функцию пресс-секретаря входит в том числе сбор материалов для пресс-службы, а не написание статьи, допустим, для СМИ. Следующее – деятельность рекламных отделов и деятельность служб пиар. Вот тут тоже важная позиция, что реклама и пиар разведены, хотя в рамках информационного менеджмента и рекламного менеджмента, и мы об этом тоже говорили, реклама и пиар чисто технологически, суть – единое действие. Но условно для того, чтобы коммуникационное взаимодействие, информационное воздействие было наиболее эффективно, в рамках информационного менеджмента вот эти две позиции тоже разведены. То есть рекламные отделы – это ориентированность на конкретную деятельность, на конкретный продукт, на конкретную услугу. А вот деятельность пиар-службы – это уже взаимодействие с общественностью, это уже выход на какие-то проблемные ситуации, это уже формулировка имиджа, а дальше уже идет деятельность рекламных отделов, которые продвигают тот или иной имидж. Следующее – это деятельность службы связи с общественностью и прессой. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что общественность и пресса связаны. И причина этой связи в том, что мы тоже уже эту позицию оговаривали, что информационный менеджмент сегодня понимается как коммуникационный менеджмент, что, допустим, рекламная деятельность ориентирована не только на информационное воздействие, но и коммуникационное взаимодействие. Отсюда трансформация общества информации в общество коммуникации, информационного менеджмента в коммуникационный менеджмент, рекламы и пиар как суть единой деятельности, и связь с общественностью и прессой, так как пресса выражает обсежственное мнение и формулирует общественное мнение. И главными задачами медиапланирования, условно говоря, опять повторяю, мы понимаем медиапланирование широко. Это распространение информации, средства массовой информации, средства распространения рекламы. Есть прямая, есть обратная задача. Что касается прямой задачи, мы определяем наиболее оптимальные схемы размещения рекламных материалов. При которой достигаются необходимые показатели эффективности данной деятельности в области рекламы. А что касается обратной задачи, то мы определяем такую схему размещения рекламных материалов, при которой в рамках имеющегося бюджета достигаются максимальные возможные показатели охвата целевой аудитории. И если говорить о медиапланировании, то мы его таким образом можем понимать в широком и в узком смысле. Вот если говорить о широком смысле слова, то медиаплан представляет собой такой комплексный документ, в котором определены и обоснованы стратегические и тактические стороны проведения рекламной кампании. А вот если говорить в узком прикладном смысле, то медиаплан – это набор, это инструменты. Это схема размещения рекламных материалов, каждый из которых оценивается, потому как эта деятельность такая бюджетная, по каким-то показателям, которые тоже четко зафиксированы. И если говорить о средствах массовой информации, то в рамках рекламной деятельности и медиарелэйшн, вот медиарелэйшн, связь со СМИ – это одно из направлений в медиаплане. Цель информационной политики всегда одна – увеличить эффективность посланий по каналам средств СМИ и уменьшить возможность искажения информации. Что касается пути достижения поставленных целей, то мы должны установить взаимовыгодные, долгосрочные партнерские отношения со средствами массовой информации через построение регулярного коммуникационного взаимодействия между организацией и средствами массовой информации. Это могут быть круглые столы, это могут быть брифинги, это могут быть какие-то публичные дискуссии, это могут быть приглашения представителей определенных средств массовой информации на действия, которые инициированы организацией фирмы. И что касается эффективности работы организации со средствами массовой информации, то они напрямую зависят, эффективность, зависят от того, насколько интенсивно взаимодействует организация с представителями средств массовой информации. Насколько четко сформулировано сообщение организации для средства массовой информации, которое делает деятельность этой организации привлекательным для средства массовой информации. То есть позиционирование деятельности организации как информационного повода. И тут тоже надо понимать, что средства массовой информации – это такая же индустрия, как и любая другая, и информационный голод никто не отменял, и средства массовой информации заинтересованы в информационных поводах, они их ищут. И организация может на основе вот этой позиции простроить взаимовыгодное сотрудничество с определенными средствами массовой информации. Есть технология, четко отработанная технология взаимодействия со средствами массовой информации. Мы формируем специализированные базы данных посредством массовой информации и включаем там, скажем, сводную информацию о средстве массовой информации, которое постоянно обновляется, называется это медиакартой. Мы разрабатываем и используем стандартные формы информационных материалов, предназначенных для средств массовой информации и средств массовой коммуникации. Мы так их готовим, что они становятся привлекательными для средств массовой информации. И тут важны, допустим, начиная от содержательного аспекта, заканчивая шрифтом и соблюдением так называемых дедлайнов, то есть последних дат, которые существуют в каждой редакции при выходе, допустим, ежедневной газеты, при работе с интернет-ресурсами, вопрос обновления. И рекомендуется сформировать какие-то специализированные базы данных по центральным, региональным и местным средствам массовой информации. Если говорить о России, то начало 21 века обусловлено тем, что идет всплеск развития печатных региональных средств массовой информации и сокращение значимости федеральных средств массовой информации. Еще создают базы данных профильных, зарубежных средств массовой информации. Это тоже важно понять, что, конечно, медиа-релейшн, отношение со средствами массовой информации, это часть деятельности в области рекламы и продвижения организации. Но она значима, так как современное общество, это условие современного общества таково, что если информация о деятельности организации не попадает в средства массовой информации, в средства массовой коммуникации, то эта организация становится невидимой для потенциальных потребителей продуктов, услуги, для потенциальных партнеров, для реальных партнеров. Вот такова ситуация. Примерная схема медиакарты. Структура редакции. Вот под структурой редакции мы понимаем там фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, факс, мейл главного редактора. Еще хорошо идти через ответственного редактора, а не через главного редактора. Важен выпускающий редактор, редакторы какого-то профильного издания, журналисты, операторы, фотографы. Второе. Название, учредители, форма собственности, источник финансирования. Очень важная позиция. Так как, допустим, сегодня, ну, как бы вообще в обществе информации, в обществе коммуникации, часто при продвижении компании, товара, услуги, персонажа, гораздо более эффективно идти не к главному редактору, а идти к учредителю, да, который, допустим, если брать средства массовой информации, печатная, ну, можно посмотреть последнюю страничку, а кто платит деньги, да, и идти через, как раз-таки, источник финансирования. Следующее. Структура и тематическая направленность. Политическая ориентация. Отношение к власти. Здесь еще тоже важный момент. Рубрики, отделы, полосы, программы и тому подобные позиции, которые обуславливают, ну, допустим, если говорить о телевидении, вещательную сетку. Следующее. Периодичность, способ распространения, график выхода из зданий и программ, сетка вещания для ТВ и радио. Вот еще важный момент по поводу графика. Когда организация налаживает долгосрочные связи с конкретным средством массовой информации, то график становится часто обуславливающим фактором. Так как средства массовой информации заинтересованы в информационных поводах, если недостаточно было материала, то обращаются к организации, которые рассматривают как постоянного партнера, поставщика информации. И тут тоже важный момент, что организация, которая рассчитывает на взаимодействие с конкретным средством массовой информации, она должна быть готова к этому взаимодействию. И постоянно, учитывая график выпуска того или иного средства массовой информации, учитывая способы распространения, обладать информационными ресурсами, которые предоставляют средству массовой информации по его первому требованию и отвечают критериям, по которым существует данное средство массовой информации. И последнее. Тираж, состав аудитории, рейтинги популярности. То есть тут вопрос экономии усилий. Допустим, если говорить о крупной организации, то, конечно, она сотрудничает с крупными средствами массовой информации. Но порой выпускает продукт, который рассчитан на очень узкий сегмент целевого рынка. И использовать средства массовой информации, которые охватывает весь рынок, без учета вот этой сегментации, может быть, допустим, нерентабельно. Тут вопрос экономии усилий. Еще, допустим, тоже спорный вопрос – это рейтинги. Что рейтинги простраивают, ну, допустим, если брать то же самое телевидение, то ставят счетчик и по количеству нажатия на определенную кнопку, которую выводят на определенный канал и определяют рейтинг. То есть это тоже такая ситуация спорная, но дело-то все в том, что все равно вот эти рейтинги, они значимы. И даже вот если выходит элемент случайности, да, который как бы присутствует в рейтинге, он тоже значим. Еще даже важный момент, что база данных, общество мобильное, да, ситуация мобильная, база данных постоянно обновляется. И считается хорошим тоном организации составлять, ну, базу данных на те средства массовой информации, с которыми организация сотрудничает. То есть это история отношений, да, это тот портфолио, который позволяет организации представлять себе, себя как ответственным партнером, который ответственно относится к взаимоотношениям с теми или иными средствами массовой информации. И, допустим, считается хорошим тоном простраивать личные отношения с пишущей братьей. Но опять-таки это не то, что там дружба вечная, а это удовлетворение общих интересов, профессиональных интересов. И часто, допустим, организации, ответственно относящиеся к медиа-релэйшн, составляют базы данных на вот эти пишущую братью. Основные этапы медиа – организационное обеспечение, формирование собственного информационного потока, разработка и совершенствование формы и стиля подачи материалов, инициирование публикаций, создание информационных поводов, сегментирование информационного потока, работа с целевыми аудиториями, информационное соотрудничество, эксклюзивная поставка информации, использование нетрадиционных форм работы. Но последняя позиция, нетрадиционные формы работы, целевые утечки информации, простраивание коммуникационных барьеров, как раз-таки и позволяет реализовать организации вот этот медиа-план не с точки зрения жесткого взаимодействия со СМИ, а с точки зрения и позиционирования себя как информационно-коммуникационного канала. Благо, что сегодня ресурсами обладают организации, особенно если, допустим, говорить о виртуальных ресурсах, и организации обладают потенциалом позиционирования и вообще действия себя, представления себя как средства массовой информации. И что касается работы с информацией, со средствами массовой информации, то в основном средства массовой информации ориентируются на новости уникальные, на какие-то сенсации, на подробности из жизни звезд, на такую утилитарную информацию, то есть куда пойти, где купить, как провести время, политические или, допустим, социально окрашенные акции, допустим, по исследованию Левада-центра 2008 года, в общем, средства массовой информации заточены на политику. Здесь еще важна природа рынка, средства массовой информации, сдвоенного рынка. То есть, с одной стороны, СМИ являются поставщиками информации, в качестве продукта предлагают информацию. С другой стороны, средства массовой информации являются инструментом для формирования продукта под названием целевой аудитории, который доносится до определенных предприятий и организаций. Что касается технологий интерпретации информации, то они тоже четко разработаны. Мы вырабатываем подходящие фрагменты, выбираем определенные фрагменты информации. Что-то мы выводим на передний план. Какие-то позиции этично с точки зрения хартии, рекламы и пиар замалчивать, если это целесообразно для компании и не несет вреда для потенциальных потребителей. Дальше привлечение лидеров мнений. Вот, допустим, тоже важный момент, почему информация, информационное воздействие трансформируется в коммуникационное взаимодействие. Потому что мы информацию направляем не на целевые аудитории, а на лидеров мнений, которые дальше эту информацию доносят до целевых аудиторий. Используется технология монтажа информационных материалов, в том числе предоставляя, подчеркивая или, наоборот, умалчивая о тех или иных фактах. Еще один важный момент при работе уже конкретно со средствами массовой информации – это ориентация на ньюсмейкинг. То есть создание новостей и конструирование новостных поводов. Вот, допустим, почему организациям небольшим выгоднее объединяться при взаимодействии с определенными средствами массовой информации. Потому что ньюсмейкинг предполагает сочетание новости со значимой проблемой. Небольшая организация, ну, скажем, там, я не знаю, ресторанчик небольшой, где-то находящийся в Москве, не в центре, а на периферии. Или, там, театр областной, или, там, колледж какой-то. Ну, сложно себя представлять с точки зрения социальной значимости. Да, просто масштаб не соответствует. Вип-персоны, привлечение вип-персон. Для СМИ интересны вип-персоны. А, скажем, знаковые фигуры, они, ну, не пойдут в небольшую организацию. Хотя есть прецеденты. В Москве есть сеть клубов, ресторанов, библиотек, так называемый проект АГИ. Общество гуманитарных исследований. И одна из институций данного образования – это клуб Белингва. Дискуссионный клуб Белингва, где есть ресторанчик, площадка, и там выступают вип-персоны. То есть СМИ приходят не освещать деятельность общества гуманитарных исследований, а приходят в проект АГИ для того, чтобы сделать репортаж о выступлении вип-персоны. Дальше привязывают информацию к каким-то круглым датам. Вот это тоже опасно, потому что небольшие организации, если они участвуют, ну, скажем, в дне города, в юбилее какого-то знаковой фигуры, то их деятельность теряется на фоне вот этого масштабного мероприятия. И поэтому для них медиаплан может представлять не столько взаимодействие со СМИ, сколько попытка найти ту область, где они могут себя представить общественности, да, как значимая организация. Специализизмные организованные какие-то акции. Еще эффективное представление вот этой события как цепочки деятельности. Дополнять какими-то смежными информационными потоками, которые расшифровывают значимость того или иного события. Еще, допустим, пишущая братья, падка на эксклюзивную подачу материала. Считается, что хороши интриги и жареные факты. Но поскольку сегодня интриги и жареные факты, в общем-то, являются аксиомой, уже так по-допереиспользованной, да, вот этой технологии, то их значимость, в общем-то, серьезно редуцирована. То есть жареные факты, они привлекают внимание аудитории, но это недолгосрочное взаимодействие. Следующее. Есть комплект базовой информации, предназначенных для СМИ. Бэкграунд, резюме, библиотека собственных информационных материалов. Что касается бэкграунд, это информация такого базового характера, который не является информационным поводом. Это та же самая МИФСИ, это профили деятельности организации, это история организации, это достижение каких-то результатов и история достижения этих результатов. Это планируемые программы, да, перспективы развития. И эта информация, она дополняющая, да, она дополняет информацию, в том числе предназначенную для средств массовой информации и для общественности о деятельности организации, о ее продуктах, о ее услуге. Резюме – это базовая биографическая информация о руководстве, о в основных сотрудниках, которая предназначена для использования такого достаточно оперативного, при возникновении, ну, конкретных запросов со стороны общественности или конкретных запросов со стороны средств массовой информации. И вот что касается комплекта базы библиотеки собственных информационных материалов, вот эта проблема российской действительности до сих пор рекламодатель, да, или, допустим, пиар-менеджер, рекламный менеджер, он довольно часто приходит на встречу с потенциальным партнером, или, ну, в том числе и в лице средств массовой информации, или с поставщиком, с пустыми руками, да, вот это касается библиотеки собственных информационных материалов. Буклеты, флайеры, блокнотики, визитные карточки, да, рекламные проспекты, подборка публикаций, материалы для распространения в средствах массовой информации, пресс-релиз, пресс-справка. Что касается пресс-релиза, как правило, их делают под конкретное событие, под выпуск конкретного продукта, услуги, один, один, два, две странички, не больше, одна-две странички, где представлена, да, история организации, направление ее деятельности, ее контактная информация, и информация о конкретном событии, которое считается привлекательным для средств массовой информации. А вот пресс-справка — это очень важная позиция, и организации часто ленятся это делать. Это постоянный информационный канал, между организацией и средствами массовой информации о деятельности организации. Постоянно отправить, допустим, раз в неделю. Не факт, что СМИ тут же побежит в организацию освещать ее деятельность, анонсировать о выпуске конкретного продукта или о формулировании определенной услуги. Нет. Но вот этот постоянный поток, да, через пресс-справки позволяет простроить как раз-таки вот это информационно-коммуникационное взаимодействие с конкретным СМИ. Дальше. Заявление и так называемый медиакит. Значит, заявление — это информационный материал, который содержит в себе информацию, да, которая декларирует определенную позицию организации в отношении, там, мнения, в отношении какого-то вопроса, да, или какой-то социально значимой проблеме. А медиакит — это комплект или пакет информационных материалов для СМИ. И, как правило, содержит в себе подборку различных видов тестовых и фотоматериалов, исторические справки, да, сие, вип-персоны, отклики, да, допустим, вип-персон о деятельности организации, о продукте, услуги, какие-то курьезы, да, которые дают такое обобщенное представление о данной организации. Специалисты еще рекомендуют ориентироваться на определенные жанры, да, допустим, может быть, это какой-то материал, ориентированный на образование. Это может быть авторский материал, может быть аналитика. Вот если говорить о России, то начало XXI века, да, обусловлено тем, что аналитика осталась средством массовой информации по части спорта, а вот все остальное, как бы аналитические материалы, почему-то становится вот этот жанр аналитики, он становится непопулярный в российской практике. Могут быть очерки, могут быть репортажи, история, беседы. И главное, чтобы вот этот информационный поток, который ориентирован для средства массовой информации, или для непосредственного взаимодействия с целевыми аудиториями в режиме коммуникации, должны брать за живое. И таким образом у нас работа с информацией это текущая деятельность, да, это как раз-таки в рамках текущей внешней деятельности, да, и если говорить о СМИ, то сотрудничество со СМИ рассчитано на долг, это долгосрочные стратегии, да, поэтому главное здесь согласовать позиции и интересы организации и средства массовой информации. Исходя из вот этих моментов, в каждом конкретном случае важно точно определить адресаты информации и соответствующий информационный канал, там, местные ли это СМИ, региональные ли это СМИ, центральные ли это СМИ, или это межличностная коммуникация, или же это, там, допустим, экранная культура, или мы выходим на уровень печати, да, и еще, допустим, местные региональные СМИ испытывают дефицит текущей информации, и, как правило, вот с ними сотрудничество или с местными региональными считается наиболее плодотворным. Следующее, это специфика различных СМИ, телевидения, в первую очередь, новости и досуг, желание провести свободное время и экраны. Специфика российской действительности в том, что идет серьезный разрыв между молодой аудиторией, молодежью и людьми, которые социализовались и инкультурировались в период СССР. Вот эти люди ориентированы на телевидение, а молодежь — это интернет, и вот это надо учитывать при продвижении продукта, услуги или, допустим, деятельности организации. Следующее, радио. Это оперативная утилитарная информация, что купить, куда пойти, и развлекательный шум. Допустим, часто радио рассматривают, ну, как в машине послушать, или там, я не знаю, убрать квартиру, да, помыть полы, и вот что-то там шумит. И поэтому радио, как правило, ориентировано на информацию, вот куда пойти, да, где и как потратить время и деньги. Но тут тоже специфика российской действительности. Дело это все в том, что радио у нас долгое время структурировалось по аналогии с телевидением. И, допустим, никого не удивляет наличие радиокультуры, никого не удивляет каких-то специализированных радиоканалов, которые, ну, в общем-то, совершенно не касаются утилитарной информации, а там, допустим, ориентируются на какую-то профессиональную аудиторию. И последнее — это пресса. Пресса работает в жанре аналитики. Позволяющая глубже и объемнее представить происходящее. Но вот тут тоже специфика России, которую я уже говорила, еще раз повторю, что с аналитикой у российской прессы сложно. И еще один момент. Тоже повторю, чтобы акцентировать внимание. Ситуация такова, что федеральные средства массовой информации печатные сокращаются, региональные развиваются. Количество названий печатных СМИ увеличивается, тираж сокращается. Это говорит о дроблении рынка информации. И эта организация, которая рассчитывает на сотрудничество со средствами массовой информации, должна обязательно учитывать при определении маркетинговых целей. Следующая форма информационного общения. Это пресс-конференции. Это брифинги и это пресс-туры. Что касается пресс-конференции, то пресс-конференции — это встреча руководства со средствами массовой информации. И, как правило, пресс-конференции проводятся с определенной периодичностью, но не чаще, чем раз в полгода, раз в год. Это отчет организации о своей деятельности, о направлениях своей деятельности перед средствами массовой информации. Готовится и рассылается пиар-менеджерам или рекламным менеджерам пресс-релиз. О дате проведения, месте проведения. Простраивается пресс-конференция. Каждый представитель средств массовой информации должен быть аккредитован. имеет право задать один, два, три вопроса. То есть это все четко регламентируется. Выступления представителей организации — 10-20 минут. Брифинги, в отличие от пресс-конференции, это текущая деятельность организации и информирование средств массовой информации о текущей работе организации. И вот, кстати, в отличие от пресс-конференции, где идет граница СМИ и представителей организации, то брифинги — это круглые столы. А пресс-туры — это проведение прессы по организации, по ее структуре, образующим элементам, по производственным, допустим, корпусам, по отделам. И более того, когда мы делаем этот пресс-тур по организации, то остается время у средств массовой информации для того, чтобы они поговорили с сотрудниками о деятельности организации. Контрольные вопросы. Первое. Каковы маркетинговые цели? Второе. Какие вы знаете формы реализации информационных потребностей в информационном менеджменте? Третье. Какова примерная схема медиакарты? Четвертое. Какие вы знаете основные этапы медиакарты? Пятое. Каковы формы информационного общения со СМИ? Таким образом, мы с вами обсудили вопросы планирования во времени, определили понятие тактики рекламной кампании, принципы работы со средствами массовой информации и представление себя как с точки зрения взаимодействия с информационными каналами и конъюнганикационными каналами. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok